Всем привет, друзья! Хотел бы вам процитировать выдержки из статьи от февраля 2023 года, написанной американским информационным агентством Bloomberg, одним из самых авторитетных на Западе. Статья называется «Влияние России на торговлю ядерной энергией только усиливается». И вот что в ней указано. Тезисно. Экспорт ядерного топлива из России в 2022 году увеличился на 20%. Российский ядерный экспорт резко возрос после вторжения в Украину, увеличивая доходы Кремля и укрепляя его влияние на новое поколение глобальных покупателей, поскольку США и их союзники уклоняются от введения санкций в отношении отрасли. Закупки членами Европейского Союза выросли до максимума за три года. От Египта и Ирана до Китая и Индии бизнес процветает. Торговля уже приносит много денег, но это не является полной мерой ее важности. Каждый раз, когда ядерный гигант Кремля, Росатом соглашается построить новый реактор, это обеспечивает денежные потоки и политическое влияние потенциально на десятилетия вперед. В общем, статья рассказывает простые факты, а именно то, что Россия является мировым лидером по выработке самой перспективной энергии атомной. И более того, секретная технология обогащения урана, разработанная еще в Советском Союзе, не оставляет никакого шанса другим странам соперничать с нашей страной в этой сфере. И что самое интересное, от атомной энергии, в производстве которой лидирует Россия, больше всего зависят страны Запада. Да так зависят, что под крики о санкциях и ухода из-под влияния России, Европа и США только увеличивают покупки российского ядерного топлива. Не простого сырья, как нефти и газа, а переработанного секретной технологии, о которой до развала СССР даже и не подозревали. В этой же статье Bloomberg указано, что 92 реактора в Соединенных Штатах зависят от российского ядерного топлива. В Европе же 100 миллионов человек также получают энергию от нашей компании Росатом. В общем, в этом видео хочу рассказать удивительные вещи о том, как Россия стала лидером в самой перспективной нише по выработке энергии. Почему весь цивилизованный мир от нее зависит и почему Запад не может конкурировать с Росатомом в этой сфере. Вся информация, озвученная в этом видео, взята из компетентных авторитетных источников сайта Росатома, лекций ученых и новостных статей. Начнем. Кстати, друзья, Россия имеет уникальные разработки и в других сферах. А именно компания Савелмаш единственное в мире предприятие, которое занимается разработкой и постановкой в производство электродвигателей на базе собственной запатентованной технологии совмещенных обмоток славянка. Несмотря на качественную работу фабрик фейков против проекта, Савелмаш в прошлом месяце сильно продвинулся к завершению строительных и отделочных работ проектно-конструкторского технологического бюро. И тут еще раз хотел бы вам напомнить важные факты о предприятии, чтобы вы не попали в лапы дезинформаторов. Постоянно пишут, что в рамках проекта используется иностранная офшорная компания. Объясняю. Эта компания – юридический шлюз для привлечения инвестиций в проект на законных основаниях по международному краундинвестинговому законодательству. Это единственная возможная схема привлечения инвестиций в проект со всего мира легально. Тут все законно. Также некоторые обращают внимание на то, что много мошенников зарегистрировано в этих самых офшоров и из России туда выводят деньги. Да, но тут есть существенный нюанс. Деньги в данном проекте не уходят на офшорные счета, а наоборот уже 6 лет оттуда поступают в Россию от инвесторов со всего мира. Компания «Савелмаш» полностью отечественная компания, которая сегодня в особой экономической зоне «Технополис Москва» на территории, предоставленной государством, как уже было сказано, создает проектно-конструкторское технологическое бюро. На данный момент промышленный комплекс построен на 95%. Буквально на прошлой неделе осуществлено подключение хозяйственно-бытовой канализации. Примыкание теплосети вышло за пределы участка, что позволяет начать работы по благоустройству территорий вокруг инженерингового центра. Идет работа по подготовке вводов электрической сети в здание. Данный комплекс строится на народные деньги. Каждый, кто вложит средства в компанию, получит акции предприятия после его преобразования в публичное общество по цене создания предприятия. Учитывая уникальность компании, инвестирование очень даже хорошее. Заходите по ссылке в описании в закрепленном комментарии, изучайте и действуйте. Тем, кто зарегистрируется по моей ссылке прямо сейчас, зачислится 2000 рублей на основной счет личного кабинета. Регистрация вас ни к чему не обязывает, но дает доступ ко всем материалам проекта. Более 30 лет, не прерываясь ни на мгновение, без единой поломки, на скорости 1500 оборотов в секунду вращается главная российская государственная тайна. В газовых центрифугах происходит обогащение урана. Процесс, в котором Россия занимает абсолютное лидерство. О том, насколько это сильно влияет на каждого из вас и на весь мир в целом, будет рассказано в этом видео. В 32 странах мира эксплуатируется 191 атомная электростанция. Основная масса атомных станций находится в так называемых развитых странах. Топливом для этих атомных станций является уран-235. Именно этот изотоп урана создает цепную реакцию с высвобождением энергии. Но в природном уране содержится всего 0,7 изотопа уран-235. Остальная масса уран-238. То есть природный уран состоит из изотопа-238 на 99% и изотопа-235 менее чем на 1%, тот который нужен. Поэтому прежде чем изготавливать топливо для атомных электростанций, необходимо повысить содержание этого изотопа в сырье. Этот процесс называется обогащением. В мире обогащением урана, то есть созданием топлива для атомных электростанций, которые подают электричество на производство их дома, занимаются единицы стран. Развитые страны, которые больше всех зависят от атомной энергии, все вместе взятые, обогащают меньше урана, чем одна Россия. Вдумайтесь в это. Россия лидер по обогащению урана. Более 40% мирового ядерного топлива производит наша страна. То есть одна из основ жизнедеятельности развитых стран энергия в руках России. Это даже не говоря про нефтегаз. Ну и к слову, вообще будущее мира за ядерными технологиями. На этом топливе будут и в космос летать, и нанотехнологии производить. Так вот, значит, что касается только Соединенных Штатов. В Соединенных Штатах вообще 40% энергии западные штаты получают от атомных станций. Но Соединенные Штаты вообще не обогащают уран, так как изначально пошли по неправильному пути его обогащения, используя газодиффузионный метод. Этот метод требует в 50 раз больше энергии, чем тот, что использует Россия. Поэтому Соединенные Штаты просто закупают ядерное топливо, в том числе у России. В целом же потребителями российского ядерного топлива являются 29 компаний из 12 стран. Я уже как-то приводил интересное высказывание специалиста по ядерной энергетике Игоря Острецова о том, что будет, если вдруг Соединенные Штаты не получат ядерное топливо. Остановить 50% атомной энергетики в Штатах, кроме смеха, ничего не вызывает. У них до 40% электрогенерации, на Востоке атомная генерация. Если остановить, я всегда говорю, что они на Таймсквер в этом случае выкупают огромную яму в качестве туалета. И с 40-го этажа будут туда бегать, причем записываться за 3 месяца в очередь. А теперь небольшой ликбез. Россия обогачает уран на так называемых центрифугах. Есть центрифуги, которые запущены еще в Советском Союзе и работают до сих пор, ни разу не остановившись, вращаясь со скоростью 1500 оборотов в секунду. И разумеется, это оборудование модернизируется. Сейчас в эксплуатацию входят усовершенствованные аппараты 10-го поколения, аналогов которым нет в мире. Советские же центрифуги – это 6-е поколение. В нашей стране используются центрифуги 6-го и 10-го поколения, а к экспорту разрешены только центрифуги 5-го поколения. То есть то, что мы даже и не используем. Ну, как пример, недавно были поставки в Китай. И Китай на них работает. Как видите, наша атомная промышленность очень даже успешно развивается. Устройство этих центрифуг, естественно, засекречено, но принцип известен. Чтобы получить уран-235, природный уран немного обрабатывают, соединяет с фтором, нагревает до газообразного состояния и далее отправляет на вышеупомянутые центрифуги. Одна центрифуга сама по себе относительно небольшое устройство. И чтобы обогатить уран, используют тысячи таких центрифуг, связанных между собой. Вот как это все выглядит на самом заводе. Производством газовых центрифуг для обогащения изотопов занимаются Ковровский механический завод и Уральский завод газовых центрифуг. В Новоуральске есть даже памятник центрифуги. Что же происходит внутри этих чудоизобретений? Газообразный уран, попавший в центрифугу, раскручивается до космических скоростей. Нужный изотоп урана-235 легче 238-го изотопа. Поэтому они отделяются друг от друга в результате вращения. Более тяжелый 238-й уран скапливается на периферии, а 235-й в центре, откуда и забирается, попадая в следующую центрифугу, где происходит то же самое. И таким образом процедура повторяется, пока не получится нужный процент содержания урана-235. Ядерные реакторы работают с топливом, в котором должно содержаться 3-5% этого урана. Это низкообогащенный уран. Если его обогачать далее, то получится высокообогащенный уран, который используется в ядерном оружии. Именно этот уран использовался при ядерной бомбардировке Хиросимы в бомбе «Малыш». То есть это производство обеспечивает сразу и энергией, и оружием для защиты страны. Далее этот низкообогащенный уран охлаждает до твердого состояния. Делают из него порошок, после чего при высокой температуре выпекают топливные таблетки. И уже эти топливные таблетки идут непосредственно в ядерные реакторы в тепловыделяющих сборках. Идут как на российские, так и на зарубежные атомные электростанции. Ну а теперь самое важное. Почему же Соединенные Штаты Америки оказались аутсайдерами в таком важном деле, как создание топлива, за которым не только энергия, да и вообще будущее? Ведь при любом раскладе на ветряных мельницах и солнечных батареях в космос не улетишь и подлодку не запустишь. Изотопы, добытые подобным методом, используются во многих сферах. В медицине, в охранных системах, в метрологии, в электронике, научных исследованиях по химии, физике, в биотехнологиях, в агрохимии. Также изотопы будут необходимы в международных проектах, как например изучение темной материи Вселенной. Так вот, дело в том, что Соединенные Штаты Америки, как было ранее сказано, выбрали дорогостоящую процедуру обогащения урана. О советской технологии они узнали только после ликвидации СССР. И когда попали на завод, где добывался уран-235, то сначала не поверили, что это реальная работающая технология. Сама технология, конечно, была известна. Но вот конструкцию, на которой это все делается, никто не знал, кроме советских ученых. Поэтому американские специалисты даже галстуками замеряли советское оборудование, чтобы изучить его. Каким чудом эти все технологии остались засекречены в 90-х годах и не перетекли к западным спецслужбам, большой вопрос. Да, Соединенные Штаты пытались создать нечто подобное и были американские наработки. Но американская компания, которая этим всем занималась и пыталась построить первую американскую фабрику для обогащения урана с использованием центрифуг по советскому аналогу, в феврале 2016 года официально объявила о прекращении всех работ по этому проекту. Не получилось. Кроме того, американцы полностью зависят от импорта и природного урана. По данным Энергетического информационного агентства, Соединенные Штаты и их собственные месторождения удовлетворяют только 11% сегодняшних потребностей атомной отрасли в сырье. И поэтому они очень сильно зависят от ядерного топлива, поставляемого из России. Да, европейские страны тоже обогачают уран. Но, во-первых, в меньшем количестве, чем в России. И, во-вторых, им самим необходимо топливо. Сырье для атомных станций уран добывает государственная компания «Росатом», а точнее ее дочерние предприятия. И добывают они по всему миру, в том числе в Канаде, Австралии и даже в самих Соединенных Штатах Америки. В 2013 году произошло интересное событие. «Росатом» выкупил 100% акций канадской уранодобывающей компании, которая занималась добычей на территории Казахстана, Австралии, Южноафриканской республики и Соединенных Штатах Америки. Сегодня эта компания принадлежит России. И список стран, в которых добывается уран нашей страной, увеличивается. Вот буквально недавняя новость от марта 2023 года. Теперь официально Россия – урановый чемпион планеты. Так как «Росатом» берет под контроль все большее месторождение урана, добывает его и обогащает. Также «Росатом» – лидирующая компания по строительству атомных станций по всему миру. На данный момент возводится 36 энергоблоков в 12 странах. Это значит, что действительно в руках России будет огромная часть энергии всего мира. Для этих станций, опять же, топливо поставлять будет только в основном Россия. Так вот, еще по поводу Соединенных Штатов Америки. Как было сказано, они пользуются атомной энергией. И сырье покупают у России. По заверениям ученого Стрецова, Соединенные Штаты и года не протянут без урана-235. Они полностью от нас зависят. Причем все эти заводы, основной завод находится в Краснокаменске, в Забайкале. Если, так сказать, дело погибнет, то штатов не будет в течение года. Но, скорее всего, Россия вряд ли перестанет поставлять ядерное топливо Соединенным Штатам Америки. Если, конечно, не начнется какая-то горячая война между нашими странами. А она, среди прочего, поэтому и не начнется. И эта информация вызывает некое чувство спокойствия, так как создается большая преграда к Третьей мировой глобальной войне. Ведь если, допустим, невзирая на ядерное оружие, США решатся устроить войну, то просто останутся без энергии. И вот поэтому они ведут только гибридные войны, войны чужими руками. И пытаются нас победить именно таким методом. А зависимость Запада от российского топлива, в том числе, ограничивает Запад идти на крайние меры в противостоянии с Россией. То есть, хоть немного, но сохраняет мир, так как страх того, что Россия перестанет поставлять ядерное топливо, у американцев и европейцев есть. И они вынуждены с этим считаться. Вообще, на самом деле, зависимость США и Европы от нашей страны более чем значимая, чем может показаться на первый взгляд. И полный разрыв отношений ударит по противникам России похлеще, чем отказ от нефти и газа. От которого, кстати, Запад тоже, естественно, и не отказывался. Просто сегодня газ в Европу поступает немного по другой схеме, нежели это было до февраля 2022 года. В итоге, ядерное топливо это один из козырей России и Ахиллесова пята Запада. Ну, вот такой расклад, друзья. А на этом пока что все. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка, естественно, в описании. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok